Вышла полная биография Робина Уильямса. Дэвид Скофф, Робин Уильямс. Грустный комик, который заставил мир смеяться. М. Бамбора, 2019. Даже в кругу родных Робин Уильямс скрывал свою душевную боль. В свет вышла полная биография одного из самых любимых комиков Голливуда Робина Уильямса. Его не стало 11 августа 2014 года. Звезда фильмов Миссис Дотфайр, умница Уилл Хантинг, куда приводит мечты, общество мертвых поэтов и других сам прервал свой полет. Фирменная добродушная улыбка, светящийся взгляд, хоть и с каплей легкой грусти, казалось, что он сам воплощение высшей степени интеллигентности и доброты. С героями Робина Уильямса зрители смеялись и плакали и, главное, учились любить этот мир, заботиться о нем. В 1986 году Уильямс вместе с Вупи Галдберг и Билли Кристаллом создали телешоу «Разрядка смехом», в котором рассказывали о проблемах бездомных. Благодаря шоу они смогли собрать немалую сумму, чтобы помочь жертвам урагана Катрина открыть десятки центров для бездомных по всей стране. А позже со второй женой основал благотворительную организацию, которая помогала всем нуждающимся. А помочь он старался всем достаточно было просто написать ему письмо. Автобиографии Уильямс не оставил, зато о нем написал Дэй Фицков, журналист отдела культуры. The New York Times, большой поклонник и хороший друг Робина. Книга вышла в мае прошлого года и мгновенно стала бестселлером The New York Times и Amazon, но на русском она появилась только сейчас. В работе над книгой автору очень помогли беседы с друзьями, родными и коллегами актера по Голливуду. Ицков, соблюдая все традиции жанра, начал свою книгу с детства героя, Робин с семьей часто и много пережил. Потом это выльется в боязнь сильной привязанности к одному человеку или месту. Недаром Уильямс был женат три раза. Рассказывают, что его называли смешным мальчиком, но природная застенчивость мешала ему поступить в драматический кружок при средней школе. Вдобавок одноклассники высмеивали его за полноту. Поэтому у него почти не было друзей. Дома он играл один с отменной коллекцией игрушечных солдатиков. Впрочем, увлечение вполне объяснимое. Все-таки отец был военным, участвовал во Второй мировой. Минус. К Международному дню узников фашизма выходит книга Майданика. Еще маленький Робин очень любил пародировать бабушку и веселить маму придуманными им анекдотами. А свою карьеру он начал со стендапа в стиле быстрой болтовни в клубах Сан-Франциско. Голливудскому закулисью в книге отдано почетное место. В ней школьные друзья Мэд Деймон и Бен Аффлек пишут свой первый сценарий и приглашают на одну из ролей Робина. Стивен Спилберг горько переживает провал своего фильма «Капитан Крюк» и отсылает Уильямсу трогательное письмо о своих чувствах. А компания «Волт Дизней» дарит актеру картину Пикассо, чтобы загладить свою вину за плохую кассу фильма. У Уильямса были все возможные награды «Оскар», шесть премий «Золотой глобус», два «Эмми», пять «Грэмми». Но это не прибавляло ему счастья. Настоящий Робин был скромным, неприметным мужчиной, который никогда не верил в то, что заслужил такую славу, поклонение и признание, пишет Дейв Фицков. Его очень ранило осознание того, что он отказал в своем внимании хоть кому-то, кто в этом нуждался, хотя люди, проведшие с ним бок о бок много лет, утверждают, что даже от них он скрывал какие-то самые потайные уголки своей души. Говорят, что комики переживают больше боли, чем другие. Затяжная депрессия, зависимости, болезненный перфекционизм. Вот вам мой совет, любил говорить Робин Уильямс. Нужно стать чокнутым. Нужно быть сумасшедшим. Потому что только это помогло мне выжить. А еще, меня очень пугает мир такой, какой он есть. Культура-литература. Продолжение следует... Продолжение следует...